Сегодня Лайв Эстония отправит металли из Иордании в дремучий эстонский лес. Айвар эстонец с татарскими корнями, научит его лепить снеговика и попробует на вкус настоящий арабский кофе медуинов. Приключение начинается. Металь Альбаширейх приехал в Эстонию из Иордании буквально месяц назад учить английский, чтобы дальше продолжить обучение в Таллиннском университете. Несмотря на молодой вид, он почтенный отец пятерых детей. После 20 лет работы парикмахера Металь решил круто повернуть свою жизнь и поступил в местный университет в Ирбиде на радиотележурналистику. Закончив курс бакалавра, с отличием снял несколько документальных фильмов и мог бы учиться в магистратуре на родном арабском. Однако Металь принял решение продолжить обучение в Европе, учиться на английском, набраться другого опыта и вернуться в свою страну, чтобы преподавать современные медиа. Выбор пал на Эстонию. Металь не может сидеть без работы, он тут же устроился по специальности, прошел собеседование и получил место. Для него все вновь. И снег, и холод, и люди, которые, к его удивлению, практически ничего не знают об Иордании. Иордания страна очень древняя и одновременно очень молодая. Ее считают островком стабильности на Ближнем Востоке. Столица Аман, население 9,5 миллионов. Известно, что долина реки Иордан – одно из тех мест, где человек впервые перешел к оседлому образу жизни, а до сих пор тут живут бедуины. Через Иорданию проходит древняя дорога королей, которая связывала Древний Египет и Вавилон. Именно тут расположены библейские Содом и Гамора, а также место крещения Христа. Современное Иорданское государство возникло лишь в 1921 году. После Первой мировой войны и распада Османской империи был образован Эмират Трансиордания. А в 1946 году было провозглашено независимое Иорданское Хошемитское королевство. Айвар Камал – ученик 12 класса, активный участник и организатор молодежных проектов. Он родился в Эстонии, имеет русские и татарские корни, но считает себя настоящим эстонцем, то есть полноправным членом общества. Айвар пока не решил, с какой профессией и сферой деятельности себя свяжет после гимназии. Говорит, что ему нравится помогать людям распутывать юридические проблемы. Это не первый его опыт на телевидении, участник проекта «Телеинтерны» и репортер молодежной редакции ЭТВ+. Одна из идей Айвара – показать металлю современную телестудию и режиссерский пульт. Посмотрим, что из этого выйдет. Айвар успел почитать перед съемками об Иордании и пришел к выводу, что монархия, ограниченная властью парламента, возможно, одна из самых удачных форм правления на Ближнем Востоке. Вы знаете, что такое Иордания? Независимое государство. Вы знаете, какая там религия? Думаю, что там есть и христиане, и мусульмане. Ну, сейчас там, конечно, не лето, мне кажется, но не холодно. Она находится в зоне кризиса, там, где и Сирия. Вы можете показать ее на карте? У нас есть такая карта. О, боже. Давайте попробуем. Где-то в районе Сирии. Вот эта маленькая. Да, маленькая. Эта? Да, правильно. Где-то на Ближнем Востоке. А вы знаете столицу этого государства или какую-нибудь другую информацию? Нет. Это страна на Ближнем Востоке. А она где-то здесь. Я помню, что это дело в библейских историях она участвовала. Это здесь, в этом регионе. Да, да, абсолютно правильно. Привет! Меня зовут Айвар, я из Эстонии, а я металли из Иордании. Приятно познакомиться. Мне тоже. У меня есть для тебя испытание. Ты когда-нибудь лепил снеговика в своей стране? Нет? Понятно. Сегодня ты сможешь попробовать сделать его впервые. Идем. Оказывается, лепить снежные скульптуры не так просто. Если не знать, как катать снег, то вместо шара может получиться колесо. К счастью, все можно исправить. Таким получился первый в жизни металли снеговик с шимахом или куфей на шее. Традиционно этот платок защищает жителей пустыни от солнца и песка. Под конец я повязал ему на шею мой платок. Все, что сегодня со мной происходило, было очень интересным. Спасибо вам огромное. Я говорю вам спасибо много-много раз. Вот он, иорданец. Точно, иорданский снеговик. Теперь роли резко меняются. Айвар ждет смена стиля от иорданского мастера. Погружение в атмосферу Америки 20-х годов в Трумэн барбаршоп. И знакомство с опасной бритвой. Я недавно читал как раз-таки про вот эти барбаршопы. Еще как они в Америке существуют. Там своих отдельные районы. Для людей, которых они конкретно стригут. И насколько это там традиционная вещь. И для меня реально вот сейчас это как тоже погружение в для меня абсолютно новую тему. И я попробую ее познать не только через чтение, но и через себя. Лайв Эстонии строго держит свои испытания в секрете. Не зная о таком сюрпризе, Айвар буквально накануне сходил в парикмахерскую и состриг длинную гриву, которая росла с мая месяца. Разгуляться, в общем, не на чем. Я работаю парикмахером уже около 20 лет. Правда, 20 лет? Да, я начал в 97-м. Невероятно. 20 лет. Я решил придать ему законченный вид. Предыдущий парикмахер сделал хорошую работу. А я решил сделать его еще лучше. Просто убрал немного с боков, сзади, немного состриг сверху, изменил линию канта. И все сразу заметили разницу. Металь смирил клиента опытным взглядом и решительно приступил к работе. У вас есть традиционные прически для арабских мужчин? Я думаю, арабские мужчины любят хорошие стрижки. Они убирают волосы с боков очень тщательно. Они, конечно, также любят пробовать новые стили и прически. Я, конечно же, могу работать в эстонском стиле, но мне хочется предложить что-то новое своим клиентам. Использовать мою собственную иную технику, и мне кажется, клиентам это понравится. Им приятно чувствовать себя лучше с новой прической, выполненной в новой технике. В Иордании парикмахер – мужская профессия, и женщин стригут тоже мужчины, причем передается мастерство из поколения в поколение. У нас обычно курсы заканчивают, идут в парикмахерскую на работу. А там это часть тоже традиции и культуры – передавать из поколения в поколение это искусство. Металь учил его брат, который продал ему свою парикмахерскую, и уехал в США, ставив на него семейный бизнес. У меня пятеро детей, три дочери и два сына. Самой старшей дочери 15 лет, а самому младшему сыну полтора года. Думаю, воплотить свою мечту в жизнь и мечты своей семьи непросто, чтобы быть успешным в новой профессии. Я решил изменить свою жизнь и продолжить обучение, получить степень бакалавра и потом магистра в Таллиннском университете. А затем я планирую закончить докторантуру в Тартусском университете. Это моя мечта, это мои планы на то, как я хочу изменить свою жизнь. Я мог бы получить высшее образование в своей стране на родном языке, но я выбрал сложный путь. Если я хочу получить докторскую степень и преподавать в университете, то мне нужно владеть английским языком на очень хорошем уровне. Английский язык сейчас очень важен. Металь – один из самых прилежных и успешных студентов университета Ярмук. Он снял несколько документальных лент, в том числе остро-социальных. Он говорит, что в Иордании для медиа есть только одно табу – нельзя критиковать короля, а других высших государственных чиновников запретов нет. Можно ругать за дела, но избегать личных оскорблений. Я здесь учусь, но не хочу оставаться без работы. Я искал работу и нашел вот эту. Мне нравится это место. Мы здесь словно одна семья. Потомки Мухаммеда, короли, роли хашемитов, уважаемые и любимые. Не в последнюю очередь благодаря мудрости и скромности, даже пренебрежению к роскоши. Мир в Иордании удерживается благодаря сильной армии, системе безопасности и умению договариваться. Нынешний король, обдала еще в статусе принца, прошел полное военное обучение. Офицер служил в спецназе. Он может запросто зайти поесть в обычную закусочную. А королева ранее считает себя истинной арабской женщиной, но при этом обладает внешностью супермоделей и не носит хиджаба. Уже вроде бы из готовой стрижки можно еще дальше продолжать сделать еще лучше. А самое интересное, что впервые для себя пробовал бритву. Я не верил, что он 20 лет работал парикмахером, а теперь посмотрел, как он быстро все со всем управился. Ну, реально, вот таких вот побольше бы нам мастеров. Спасибо большое. Новая стрижка Айвара прекрасно подошла бы для жаркого климата Иордании. 99% ее территории покрыто пустынями, а в Эстонии же большая часть, 70%, покрыта лесами. У меня есть еще одно испытание для тебя. Мы отправимся в лес. Лес – важная часть нашей жизни. Первый снег превратил лесной пейзаж в настоящую сказку. Героя встретил главный леший, то есть руководитель службы лесоустройства Вейко Эльтерман. Здорово, что вы сегодня приехали. Правда, погода не совсем подходящая для измерения деревьев. В такую погоду мы обычно не делаем в лесу замеров. Но мы можем попробовать. А заодно поговорить о том, для чего это делается. Этим соснам на полуострове Вимсе меньше 100 лет. Густой лес, где можно встретить практически всех типичных жителей, кроме волков и медведей, начинается сразу за чертой города. Сейчас мы зайдем в лес. Здесь растет обычная для Эстонии сосна. Пойдем посмотрим, что там внутри. Почему я приехал в Эстонию? Мне выдался шанс приехать сюда. Эстония очень спокойная и чистая страна. И также очень красивая. Героям лай в Эстонии предстоит испытание. Без пилы, топора и даже не уронив снежинку с веток, правильно и точно оценить возраст и высоту деревьев. Это бур. Работает он вот так. В нем три части. Вставляем это сюда. А это нам понадобится позже. Это просто бур. За каждым волшебством стоит технология. Специальный бур выпилит в стволе тоненькую трубку. В рита от нее не больше, чем от дятла, а измерения точные. Это, соответственно, такой след из дерева, который получается. Здесь можно посчитать количество колец и узнать возраст дерева. Считать начинаем вот отсюда, от самого верха. Находим серединку, вот она у нас здесь. И считаем количество колец вниз туда. Вот. И мы насчитали вместе 80 колец. То есть, этот результат соответствует примерному возрасту леса. Этот профессиональный измерительный прибор стоит, как телефон, около 400 евро. Это лазерный альтиметр. С его помощью мы можем измерить высоту дерева по трем точкам. Мы измерим расстояние до дерева, потом прицеливаемся к основанию, а затем к верхушке. Вика опасался, что снег помешает сделать точные измерения, но техника сработала даже в экстремальных условиях. Целься в ствол этого дерева. Жми на кнопку. Готово. Мигает? Да. Теперь высота внизу. Внизу? Да, целься вниз, нажимай. Это была вторая высота? Да. Теперь вверх. 11,6. Возможно? Немного маловато, но по этому принципу он работает. Все данные о лесе внесены в кадастры, и обновления можно видеть онлайн и вносить прямо на месте. Это малая часть из нашей базы данных. Сейчас появится карта. Вот участок, где мы сейчас находимся. Номер один. Вот большая дорога, откуда мы пришли. А здесь видно описание этого участка. 95% территории Эстонии покрыто сетью 4G. Это описание, оно выделено красным. Это значит, что оно было изменено, а через минуту оно автоматически будет отправлено в основную базу данных. Из этой древесины можно делать что угодно. Строить дома и мебель. Из веток делают бумагу. Это хороший стройматериал. Но поскольку лес находится на полуострове Вимсе, то его ценность с точки зрения окружающей среды гораздо выше. Люди гуляют, собирают здесь чернику. Поэтому принимается решение, рубить ли этот лес вообще или начать вырубку в будущем, причем небольшими частями. Эстонский лес очень красив. Вику работает в лесном хозяйстве 35 лет. Я впервые увидел снег вот так, на ветках, высоко на деревьях. Мне кажется, это похоже на какое-то волшебство. После того, как я окончил в 1982 году университет естественных наук, я, конечно, не предполагал, что будет дальше. Но вот так все вышло. Всего в Центре управления государственными лесами работают 66 лесных техников-таксаторов, а я руковожу их работой. У нас очень хорошая трудолюбивая команда. Айвар мечтает найти себя. Металь мечтает снимать фильмы и преподавать в университете. А есть ли мечта у Вейко? Это нельзя считать мечтой. Скорее, это чувство огромного удовлетворения тем, что у нас такая природа, такие леса и такие возможности. Мы видим в других странах, как много есть мест, где очень мало воды. Так что давайте порадуемся, что этой осенью выпало так много дождей. Благодаря им наша природа зеленая. Во многих местах она желтая. Когда-то я мечтал заниматься лесоводством, хотел стать лесником. Эта мечта сбылась, и я надеюсь, что и впредь буду заниматься этим. Теперь вы знаете намного больше про эстонский лес. Знаете, как делать измерения и заносить их в базу данных. Сегодня погода намного лучше, чем вчера. Спасибо, что пришли. И вам спасибо. Нам очень понравилось. Я очень рад с вами познакомиться. Мне очень понравился эстонский лес и погода. Спасибо. Спасибо большое. Жарят зеленые зерна, толкут их в большой ступке, варят с кардамоном и потом пьют в течение всего дня. Было небольшим удивлением, что там находится одно из чудес света, это Петра. Культура древняя начиналась и зарождалась именно в той области. То есть все страны, которые окружают Иорданию, в том числе и сама Иордания, оттуда пошли первые знаменитые до наших дней достопримечательности. И культурное наследие начинается именно оттуда. Сейчас соблюсти весь ритуал невозможно, но вызов принят. Съемочная группа едет в общежитие технического университета, где соберутся студенты-иорданцы, друзья Металя. Система приготовления в здешних условиях другая. У меня нет всего нужного, чтобы сделать, как в Иордании. Будем считать, что мы у ведуинского шатра. Сначала надо поджарить зерна, потом измельчить. Здорово получается. То есть оно молится. Только, правда, этот процесс очень долгий, я так понимаю. Потому что я вижу тут некоторые детали. И нужно это делать очень аккуратно, чтобы оно тоже не рассыпалось и не вылеталось из чашки. У студентов нет стопки, но нашлась колотушка. От технологии не отступаем. Достаточно долгий, трудоемкий процесс, но время-то у нас есть. Что же, сделаем? Через несколько лет Айвар станет профессионалом в своей работе. Уже и сейчас он очень дружелюбный и настоящий мужчина. Теперь надо залить измельченные зерна водой и долго варить на огне. А вы делаете капучино, американо и латте? В Иордании все это есть, и люди пьют такой кофе. Но мы сейчас говорим о культуре. Что ж, напиток получился, но пить его не стоит. За бедуинским вкусом надо ехать в пустыню, а тут в Таллине есть другой выход. Арабские студенты достали привезенный с родины, уже готовый, измельченный кофе с кардемоном. Давайте поговорим о культуре кофе. Как вы его подаете? И как продемонстрировать уважение к хозяину? Это понятно по реакции гостя, по лицу, когда он пьет кофе. Так, давайте, я сейчас попробую. Вкусно. А если я хочу еще, как мне нужно это показать? Просто поставь руку вот так, вот так? Да. Я налью еще кофе. Горячо. А если больше не хочу, просто покачай и поставь на стол. Покачать и поставить. Это все. И вы поймете, что я вам благодарен. И не делай ничего. Я просто благодарю. Согласно Европейскому агентству по безопасности продуктов питания, потребление трех-пяти чашек кофе в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых форм рака. Помогает снизить вероятность развития диабета, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Никакого обычного кофе. Потому что чувствуется, что там помешали еще какие-то листья, каких-то растений. Вкусно, правда. Приятно. Но я не думаю, что это можно пить много и прям за раз. То есть, если в течение дня по чуть-чуть, тогда, может быть, это очень-очень вкусно и даже, может быть, с одной стороны, полезно. Но за раз выпить очень много такого, мне кажется, будет слишком приторно. У арабов есть свои традиции не только приготовления кофе, но и кофепития. Самый главный стереотип, который я для себя разбил, скажем так, даже не для себя, а просто мнение общественное, которое нам навязывают, что представители арабского мира являются какими-то агрессивными людьми. Это совсем не так. В каждой культуре, в каждой, как бы, стране есть такие люди. Но невозможно говорить об этом, обо них, о всех. И я узнал о том, что человек может быть очень добрым и открытым ко всему новому. Особенно среди, вот, именно, людей арабского происхождения. Человек должен менять свою жизнь. Думаю, моя жизнь изменилась. Я увидел другой стиль, другие вещи. И мне это нравится. Это новая жизнь для меня. Кофе – часть ритуала гостеприимства, где важен каждый жест и ловит каждое слово. Считается, что пока гость не выпьет кофе, его вообще не следует ни о чем расспрашивать. Те же самые люди просто говорят на английском и на арабском, и все. Но я не почувствовал никакой разницы, честно. Вообще никакой. Гостеприимство – один из основных арабских обычаев, известный еще с доисламских времен. Но не стоит им злоупотреблять. Гость не должен оставаться более трех дней в чужом доме. Не следует критиковать хозяев и как-то вмешиваться в дела семьи. В моих жилах, наверное, течет и мордовская, и татарская, а может быть, даже эстонская кровь. Я в этом уверен абсолютно. И в том числе и русская, конечно, кровь. Айвар Камал имеет татарские корни, гордится своими предками. На татарском не говорит, но петь умеет. Население Республики Татарстан составляет почти 4 миллиона человек. Расположено татаре в центральной европейской части России, там, где сливаются две великие реки – Волга и Кама. В столице Казань традиционно здесь исповедуют ислам и православное христианство. Татары живут в Эстонии более четырех веков. Своеобразный исторический след – улица Татари в центре Таллина. Так как я родился в Эстонии, я могу себя назвать в том числе и эстонцем. Ведь сейчас нет графа национальность, но причислить себя как бы к русским я не могу, потому что я как бы не живу в России, никогда я там не жил. Но мое детство прошло именно здесь. И почему я не могу считать себя эстонцем, считать себя большинством в этой стране? Я себе причисляю именно к этой национальности. Кстати, в первый день октября отмечается как раз Международный день кофе. В Эстонии его особенно любят и ценят, это часть офисных традиций. Не зря утренняя программа русскоязычного канала ИТВ+, называется «Кофе Плюс». Именно сюда направились «Айвор» и «Металь». Каждое утро в 6 утра много людей приходит сюда, чтобы работать над передачей. Человеку реально это интересно, и он желает учиться. Это не просто красивое шоу, но очень современное. Здесь уже название нашего утреннего шоу «Кофе Плюс». Больше всего удивила в нем его открытость и то, что эти люди очень доброжелательны и дружелюбны. Я был, правда, удивлен. То есть для меня было открытие, что люди арабского происхождения имеют такой прекрасный ненталитет и способны очаровать любого человека. Программа начинается в 6.55, а они повторяют передачу в 10.10. Я уже видел старый город и другие места, а теперь я знаю об Эстонии еще больше. Я ощущаю здесь себя словно на родине. Я очень люблю эту страну. Этот длинный день, где смешали запахи свежего снега и арабского кофе с кардамоном, менялись пейзажи и интерьеры, подошел к концу. В копилку Лай в Эстонии добавил Сиордания. Население стран, о которых мы вам рассказали, подошло к 4 миллиардам. Но это не все. Впереди Карибские острова, Корея и Пакистан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова